Самара стала первым гордым-миллионником, который перешел на модель альтернативной котельной, согласно которой устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепловую энергию. Планы и инвестпроекты по поручению главы Самары Елены Лапушкиной оперативно скорректировали. В этом году в перекладку инвестировали более 2 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году около 700 миллионов. В 2020-м заменили 30 километров труб на 23 участках общей протяженностью более 20 километров. В предыдущие годы перекладывали 10 километров. Несмотря на внушительные объемы работ, в 2020 году все жители получили тепло вовремя, до наступления холодов. Раньше, чем положено по климатическим нормам и до официального старта отопительного сезона в Самаре. Мы уже по этому году говорим реально, что ни один город по миллионникам в России этого не сделано. Никогда, насколько я работаю в сфере благоустройства жилищно-коммунального хозяйства, таких объемов не перекладывали. На сегодняшний день эти самые крупные, это советская армия, радиальная Гастелло. На сегодняшний день это Печорская от Карбышева до Дыбенко. Современную технологию, по которой работал подрядчик, применяют в крупнейших городах Европы. Пенополиуретановая изоляция трубопроводов и систем оперативного диспетчерского контроля с датчиками обладают рядом преимуществ. В изоляцию труб вмонтированы медные провода, которые при намокании передают сигнал о наличии технологического повреждения, даже самого незначительного. Этого достаточно для того, чтобы диспетчер вовремя его обнаружил. Припоры помогают определить и локализацию, то есть на каком расстоянии от тепловой камеры возник дефект, насколько он большой. А это одна из самых сложных задач на выполнение которой ранее, если порыв возникал на старых трубах, уходило много времени. Отключать воду, чтобы она не вышла на поверхность, нужно порой очень оперативно. Срок службы таких труб, согласно гарантии, 40 лет. Однако специалисты утверждают, что прослужить они могут и полвека. Система ОДК позволяет нам, не проходя по каналу, а именно подсоединяясь к датчикам, только мониторить состояние изоляции, намокания изоляции в случае возникновения незначительных свечей. То есть если мы будем реагировать на небольшие свечи, соответственно, никогда не возникнет большого какого-либо порыва и вовремя будем, соответственно, менять в текущем порядке, скажем так, именно при текущем ремонте небольшие участки. Новый современный трубопровод в Самаре есть и на квартальных сетях. Так рабочие уже собрали монтажную схему в границах улиц Клиренко, Николая Панова, Часовой и Ярошевского. 90% трассы отдали под благоустройство, хотя работы на дополнительных объектах ремонта и технической модернизации стартовали в августе. Подрядчикам удалось нарастить темпы без ущерба качеству. На Клиренко территорию после ремонта полностью приведут в порядок до 15 ноября. Такую задачу поставил Владимир Василенко. Большую часть объектов, где перекладывали теплосети, также уже сдали под благоустройство. Некоторые участки привели в порядок. Впредь готовить город к зиме будут тоже масштабно. В общей сложности в Самаре необходимо переложить около 300 километров инженерных коммуникаций. Мы должны снизить повреждаемость на километр сетей, когда мы говорили, уйти с двух и семи, уйти на полтора. Это значительно, то есть опережающими темпами будем перекладывать сети для того, чтобы найти вместе ремонтный цикл перекладки сетей. Сократить потребность в капитальном ремонте и перевооружении теплосетей позволит принцип альтернативной котельной. Анатолий Головко, Константин Головин. События.